Здравствуйте! В крупнейшей протестантской церкви Германии произошла стрельба. Как сообщает источник, один из посетителей начал вести себя агрессивно и размахивать ножом. Около ста прихожан были эвакуированы, после чего в церковь зашли полицейские. Один из правоохранителей был вынужден стрелять и ранил в ногу злоумышленника и в то же время случайно попал в другого полицейского. Нарушителем спокойствия оказался 53-летний гражданин Австрии. Власти Германии исключают версию теракта. Прокомментирует новость протерей Игоря Фомина. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Вот еще одна печальная новость пришла из Германии. Да, действительно, когда происходит кровопролитие по вине другого человека, всегда это очень тяжело и печально. Вот, что здесь можно сказать? Ну, что ж, человеку видно, что ты не понравился. Человеку видно, что не смог справиться со своими амбициями. Ведь современный мир, особенно Запад, говорит, бери от жизни все, ты достоин всего и так далее, и там подобное. А это ведет... В разрез с церковью. Ну, это вообще ведет в разрез с естеством. Что такое добро и что такое зло? Вот понятие. Добро – это то, что ведет к жизни. Зло – это то, что ведет к смерти. Зло, оно не имеет будущего. Оно, значит, ведет, в общем-то, к смерти. Когда Господь творил мир, Он смотрел на каждый день свое творение и говорил, добро есть. То есть, добро – это то, что ведет к жизни. То, что ведет к смерти, в общем-то, мы это все знаем. Мы видим, что именно самость, именно самолюбие, самопревозношение и так далее, там подобное. Если что-то не по-моему именно в таком состоянии, в состоянии самости, то, естественно, все, в общем-то, негодяи и сволочи и гады. Поэтому вполне я могу достать орудие какое-то, да, и начать свою правду, свою личную правду, да, именно насаждать. Мы это видели в нашей стране, когда это... Совсем, да, в Чечне был случай. Да, да и в Чечне, в общем-то, был случай. Да и в более крупные масштабы, там, в начале XIX века, когда устанавливались революции, насаждение своей правды насилием. А церковь, она говорит о другом. Она говорит о воздержании. Человек должен все-таки прислушиваться к другому человеку. Когда у нас есть хоть какие-то взаимоотношения, вот до такого не дойдет. Когда у нас есть взаимоотношения? Когда дверь между людьми открываешь только на себя. Ты ужимаешь свое пространство, и тогда у тебя получается диалог, у тебя получается что-то сказать. Ну, а здесь, что ж, видно, не так обличили, видно, не так его поняли, ну, и так далее. Здесь, возможно, обидно Господа, раз он пришел в храм. Ну, может быть, это был прихожан. Какие-то личные ситуации? Мы, к сожалению, не знаем всех, в общем-то, мелких подробностей, что там произошло. Может быть, это супруг какой-нибудь прихожанки, который прилетел и в ревности решил наброситься на всю паству. Да, там, что, мол, она ему изменяет с Богом, да? Ну, вот, например, так. Мы здесь не знаем. Мы знаем то, что человек не смог удержать себя в руках. Что он решил причинить горе и несчастье другому человеку. И вот это трагедия. Вот этого не должно быть. Об этом и говорит церковь. Что ты должен совершать добро. То, что ведет к жизни, а не то, что ведет к смерти. А можно как-то человека, например, близкий человек, ну, как-то холодно или с насмешкой относится к религиозности, например, супруга? Если ты это чувствуешь, как-то помочь этому человеку можно прийти к Богу? Да, можно. Не замечать. Чтобы не допустить до этого? Не замечать его, скажем так, насмешки, его, в общем-то, холодности. Но это тоже такой общий совет. Это его остудит? Это его приведет к нулю. Знаете, как в математике. У тебя заряд по отношению к Богу плюс 10, а у него минус 1. Плюс 10 умножить на минус 1, если ты начнешь его обучать своим принципам, его отбросить на минус 10. Его сначала к нулю надо привести, а потом его уже навести дальше. Спасибо за ваш совет. Очень рад. Вы смотрели программу «Актуальный комментарий». Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!